Самое неприятное, что может случиться во время съемок нового фильма – смерть одного из актеров. И непонятно, что делать – продолжать снимать, заменив на другого актера, либо свернуть картину. И сегодня на канале мы расскажем вам про актеров, которые трагически погибли во время съемок. Евгений Урбанский. Евгений, громко заявивший о себе на весь Союз и за его пределами после премьеры фильма «Коммунист», трагически погиб на съемках картины директор из-за собственного перфекционизма. Все трюки актер делал сам, без помощи каскадеров. В одну из сцен он должен был, сидя за рулем автомобиля, использовать песчаный бархан как трамплин, взлететь и приземлиться. Первый дубль был снят удачно, но Евгений Урбанский был недоволен. Он потребовал переснять сцену. Во второй раз актер сломал шейный позвонок и скончался по пути в госпиталь. Смерти актера посвятил стихотворение поэта Евгении Евтушенко. Называется оно «Баллада о совершенстве». Ему было всего 33 года. Брэндон Ли. Брэндон Ли, сын знаменитого Брюса Ли, погиб на съемках готической драмы «Ворон». В эпизоде, когда герой заходит в дом и видит, как двое насильников издеваются над его подругой, один из преступников делает выстрел. Эта сцена была последней с применением огнестрельного оружия. И как раз в тот день Брэндон Ли отказался надевать бронежилет. Сцену снимали проверенным, отточенным сотни раз методом. Преступник стреляет холостыми патронами, а герой детонирует спрятанное в руке взрывное устройство, имитирующее выстрел. И вот актер стреляет из револьвера 44-го калибра. Брэндон Ли падает и не встает. Коллеги были уверены, что он притворяется или слишком глубоко вошел в роль, пока не увидели потоки крови, хлещущей из живота. Актера срочно доставили в больницу, где он боролся за жизнь 12 с половиной часов. Актер умер 31 марта 1993 года. Сергей Бодров Один из самых грустных моментов для всего СНГ – смерть Сергея Бодрова, любимца многих по его роли в фильме «Брат» и «Кавказский пленник». В начале нулевых Сергей решил выступить в роли режиссера и приступил к работе над своей собственной картиной «Связной». Историю и так большинство знают, но я все равно напомню. Съемки проходили в горах Владикавказа, и когда съемочная группа возвращалась в город, начался сход ледника, и все ущелье завалило льдом и грязью за доли минуты. В Сергея Бодрова не стало 20 сентября 2002 года, ему было всего 30 лет. Андрей Ростоцкий Андрей Ростоцкий – сын известного режиссера Станислава Ростоцкого, часто снимался в военных и героико-приключенческих фильмах, занимался постановкой трюков и сам в них участвовал, не прибегая к помощи дублеров. В 2002 году Ростоцкий отправился на съемки фильма «Моя граница», которые проходили в районе горнолыжного курорта под Сочи. Места, где должны были снимать трюки, он обычно осматривал сам. Понадеявшись на свою спортивную подготовку, он попытался без страховки взобраться на горный склон «У водопада девичьи слезы» и сорвался вниз с 40-метровой высоты. Спасти актера не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Ему было всего 45 лет. Брюс Ли Брюс Ли так же, как и сын, погиб во время съемок фильма «Игра смерти» 20 июля 1973 года. Ли внезапно упал прямо на съемках. Его доставили в госпиталь, где был диагностирован отек мозга. Вокруг смерти актера до сих пор ходят слухи. По самой распространенной версии, отек мозга произошел из-за таблетки от головной боли, которая содержала аспирин и мепробомат. Ему было всего 32 года. Инна Бурдученко Трагичная смерть звезды фильма «Иванна» произошла на съемках фильма «Цветок на камне». В одной из сцен ей нужно было вынести из горящего сарая знамя. Стены барака обрушились, когда Инна была внутри. Шахтер из массовки Сергей Иванов ринулся на спасение и вынес полуживую обожженную актрису на руках, при этом сам получил серьезные повреждения кожи. Актрису доставили в больницу, где оказалось, что две трети ее тела покрыто ожогами. Не пострадало лишь лицо, которое Инна защищала руками. Многие люди пожертвовали кровь и кожу для любимой актрисы, но не помогло. Две недели спустя Бурдученко скончалась. Девушке было всего 21 год. И она была на третьем месяце беременности. И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!